Я не слышала, чтобы где-то в каких-то других городах оккупированных так долго лежали трупы людей. Бездомные животные, бездомные собаки ели эти трупы людей. И потом, попробовавши человечину, кидались на живых. Они нашли нас. Нам сказали так, если вы не будете работать, сейчас пару человек поставим, и вашу семью к стенке, и остальные будут работать. И мы вынуждены были начать работать. Вы что, угрожали прям семье? Да. Нам сказали, это просто, я не знаю, может быть там люди, но я не один там был. И сказали, сейчас пару человек к стенке поставим. Расстреляем. Расстреляем. А остальные будут работать. Ну, итогом были, и что только не делали. Сказали, сейчас сына твоего привезем, там цепура таки висел. Вот сюда повесим, ты нам все расскажешь. Я говорю, хлопцы, мне скоро терпец кончится. Я, хай, я и тут сейчас ляжу, но я когось из вас с собой заберу. Везюмие, крестные селы, гуманитарная катастрофа. Нет газа, воды и света, а леса в округе заминированы. Мы отправляемся туда с волонтерами, которые, как никто, понимают весь ужас и всю боль происходящего. Ведь для большинства из них этот город родной. Сегодня в Украине не только о помощи, а о голоде, о пытках и о том, как удалось выжить людям в оккупации. Мы на кучке, а потом мы обратно ввозим буси. Только мы сортируемся, потому что у нас один бус везет хлеб, другой бус везет корм, третий везет обогреватели. А нам надо разъехаться. Мы уже возили сюди 40 машин, а сейчас привезли 20 машин, а в этот раз мы решили занятися селами, на которые никто вообще не едет. Взагалі волонтеры, которые не изюмчане, которые не родные этому месту, также очень хорошие волонтеры, но они прошучают в новинках, туда и везут. То есть они везут на Изюм, бежом из машин отдают и отъезжают. Мы это понимаем, понимаем, что это неправильно, потому что люди тут так пережили, что они там сейчас борются за эту помощь. Полтора недели назад люди просили каких-то новин украинских. Просто они подходили, хватали до Кати, до меня. Не то, что Харьков, они сказали, что Киев наш, я говорю, что всегда был наш и всегда будет наш. Они говорят, что новин не хватает, я говорю, что мы завезем радиоприемачи. Аккуратненько, ага, молодец. Вещи вот, вещи к вещам. Ребят, скотч тоже во двор, скотч. А где тут дети у меня? Давайте, давайте. Говорите, спасибо. Где еще дети? А где Кирюха? А, Кирюха до бабушки. На начале березня мы с семьей выехали. Зараз мы в Житомире. З'явилася возможность в місто додому повернуться, подавиться, что там з хатою. И гуманитарку трошки привезти. Это второй раз мы приехали. Я был в Шоці, уже того міста, изюм, который мы помнимо, который был, то его уже немае, и навряд ли он таким станет. Это, по-перше, саме место, что разбито и ревеноване. И я помню, что люди тут совсем другие. Они не понимают нас, что мы, кто уехал из города, а мы не понимаем, как им тут было, кто остался в городе. Поэтому наиболее нагнетает, что не будет уже нашего города, как оно было до войны. И его отбудуют, восстановят, но все равно. С Наташей все хорошо. С Наташей все хорошо. А бабушка людая? Бабушка со мной. Богдан со мной. С ними все хорошо. Иришка на западной. Наташа тоже с ними. Все с ними тоже в порядке. С ними все хорошо. Я скучила за ним. Я знаю. Я знаю. Я сегодня дома. Придете ко мне вечером? Хорошо? Нам постоянно люди писали, вы единственные, от кого можно что-то узнать. Вы единственные, от кого можно какую-то информацию получить. Много людей обращалось? Очень. Я не могу даже сейчас сказать в тысячах сколько. Сложно было вообще эвакуировать из изюма людей? Первый раз у меня удалось чуть больше 60 людей вывести. Второй раз, наверное, 12-15. Потому что часть не дошла. 6 марта понесли сильные обстрелы. И часть тех людей, которые на эвакуацию, они не дошли. И у меня бабушка отказалась от эвакуации. И у меня была истерика. Мы вот тут в подвале сидим, вот у соседей моих. Мы сидим. Как я только не просила. Я и кричала, и ребенка мне отдает. Я оттуда не могу сюда приехать. Я не знала, что с ними. Потому что это был последний звонок. И связь на этом моменте пропала. Так как зашли русские и полностью, естественно, отключили связь здесь. 12 дней. Я не знала, что с ними. До 18 марта. То есть я не знала, что с ними чуть дольше. Но имеется в виду, вот эти 12 дней меня понесло. Мне просто помогли их. Их вывели. Я была по ту сторону леса. Человек прошел через лес. Забрал их здесь. И вывел их туда. Вот. Ближайшая деревня, которая через лес. Вот это изюмы. Их вывели. Ну там тоже рыбацкими лодками. Вот. С берега на берег. Тоже мостов не было. Так мы выехали. Так мы выехали в Днепр. Разнеправки ее. То есть у меня был дичайший стресс. И у меня сработал самый просто обычный, наверное, метод замещения. Я начала, чтобы не сойти с ума, я начала волонтерить. Я, точнее, продолжила. То есть оно так получилось, что я же уже эвакуировала. Уже люди обращались, уже что-то спрашивали. Вот. И оно так пошло, пошло, пошло. За 12 дней я записала обращение. Наверное, да. Я записала обращение в СМИ. И Zoom needs help. Пане Володимиро Зеленський, мы обратимся к вас. Мы – изюмчане. Мы не можем молчать, потому что наши родители находятся в ныне оккупированном городе Изюме. Наше город – это Великая Буча и Малий Маріуполь. Мы желаем вас врятовать те тысячи людей, которые остались в нашем оккупированном городе. Доносилась информация там, там, что уже не было кушать на тот момент многим. Ну, то есть, это же они не готовились, ну, что там, ну, запасов продуктов на три дня. А потом 10 дней ты голодаешь, например, да. А это уже голод. Вот. И доносились уже там информации о том, что уже воды это уже нигде нет. То есть, человек без воды не может больше недели, в принципе, жить. Вообще, в принципе. Вот. Что люди ломают батареи и сливают с батареи просто воду, чтобы попить. Вот это все мы пытались донести, что надо срочно спасать людей, потому что прям вот гуманитарная катастрофа уже начинается. Это всего лишь вот 18 марта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я просто им тяжко. Я понимаю, что это очень тяжко. Деяк, им даже спичек нет. Спичек, батареек. Ну, а так, практически, сейчас, благодаря волонтерам, есть что есть. Вы сами тут оставались? Я с самого начала до самого начала. Боже, а как же вы пережили? Было страшно. Россияне ци стреляли, кидали. Знаете, как мы их называли? Они стреляют, а воно не долетает, оно еще и фурчает. Фур-фур-фур-фур. У нас в дворе влага дерево росте, воно в дерево попало, и собака ціла. Понимаете? И векна, ну там не все повелетали, но собака ціла. А мы на бугру и стоим это все, дивимся. Понимаете? Что это, ну, всякое было. И я говорю, сколько мы вот так идем, и стреляли, и все, и все нас отводил Господь. Хочемо передати вам, радіоприймачі, кількості 5 штук, до них батарейки, бо ми дуже хочемо, щоб українські новини були скрізь усіх, у вас також. Щоб ви мали якусь змогу послухати українські новини, що зараз відбувається, де зараз відбувається, бо ми розуміємо, що зв'язку немає досі, ви нічого не знаєте. Хліб нужен усим, хліба не вистачає. То, що то картошка там осталась, консервація в погрібі, отою все було хліба, діти не бачили місяць більше точно, і купити його не було ніде. Просто отак, муки теж, хто не підводив. То, що там осталось, може кілограм-два і все. Ну, просто діти ж не хотіли виїжджати, самі мені бросить бабушку в 87 год, ну, теж якось. Одна донька виїхала з маленьким внуком, ті виїхали. Говорюєш вже, чи ще? Ні, ні. Виїхали далеко, поки повертатися не будуть. Построю. Ось і так. Привіт. А хто ще? Одні баба. А, ну, ще бухан. Щоб всім вхватило. Варвари є варвари. Ви, якщо побачите, так на всіх воротях, на всіх заборах написано, що тут живуть люди. А от де людей нема, грабили, витягували. Це не люди, я просто не знаю, ну, вибачте мене, якщо вже жіночі між бельо брати собі, і ходили тут грязні, замизгані. Це ось ту зброю тягають отак за собою, шукали, де випити, де закурити, ну, таке от. Скажіть, будь ласка, що ви в 15-му році пішли воювати? Я ще, тоді, 50 років мені було, я тоді пішов, а що б мені? От був, а зараз не беруть, кажуть, ти старий вже, пеньок, сиди вдома. 57 років, 58, ну, вже все, кажуть, відпочивай. Без тебе справимося. А як ви не боялися залишатись тут, знаючи, що ви були в АТО? Боялись, звісно, а як, думали. Вон, скільки в Капитолівці, хлопець Кавун-Дюра теж в АТО був, знайшли мертві. Убили. Ну, вони до мене пристали, давай розказуй щось, що ти знаєш. Я кажу, хлопці, я служив сім років тому, що я можу знати, що зараз тут робиться, відкуди я можу знати. Ну, і током були, і що тільки не робили. Вас? Так, я нічого не сказав, тому що, ну, як би, я дійсно, ну, що я можу знати? Це в селі тут вас скатували чи не звозили? Візюм. Бивша міліція, там паспортний стол, а внизу, там у них є підвал, ну, такий спортзал, можна сказати. І ото там, там таке. Казали, зараз сина твого привеземо, там ципура такий висів, ось сюди повісимо, ти нам все розкажеш. Я кажу, хлопці, мене, я кажу, скоро терпець кончиться, я хай я тут зараз ляжу, ну, я когось із вас з собою заберу. Ось тоді вони трошки призадумалися, успокоїлися, відпустили. Сказали, що, кажуть, це були цвіточки, далі будуть ягодки, ми ще по тебе приїдемо. Я кажу, приїжджайте. Те, що мамеля дали добре, а то дали. Я неділю не мог не ходити. Ну, що тут, що ви робите? — Там багато людей було? — Багато, багато. У нас ось там за річкою хлопець живе, його досі не відпустили, не знаємо, чи він живе, чи є. Там двох. Отак, де він є, і що він, і хто, не знаємо. Жінка одна залишилась, позабирали документи і на хату, і паспорти позабирали і в неї, і в нього, і ніхто не знає, де він є. Отакі. І тут є такі умники, що прийшли рашики, вони там чуть лише не царів були. Наші зайшли, вони вже біля наших крутяться. Калаборіки. Ну, кажуть, що на них там списки составили, а там не знаю. Я якби не вникаю. Їх ж димокали, що вони вже ось усе сміття оце позабирають. Тому що є такі люди, що і пироги жарили їм, і самогон гнали, і борщи варили, возили їх, кормили. Запачку сігарет. Після того, що вам довелося пережити, ви вірили в те, що це все закінчиться і зайде в Україну? Звісно, вірию. Я йшов там по вулиці, це ж траса ця йде, а там далі живу, там два ряда домиків, і там живу я зараз. А повертаю, йде дівчина Оля, каже. Серега каже, на асфальті наші стоять. Вибачте, у мене сльози потекли. Ну, я їй зараз тільки оце кажу. Отаке, отаке. Ждали, звісно, наші. Ждали. Ждали, дуже ждали. А вони тільки бах, вітає, за день зайшли. І ізюм забирали, і все позабирали, і зайшли. Красавчики. Ізвісно, що кожен день, кожен день були трупи на протяжі 7 місяців. Люди виживали, як... Говорю, дуже доволі. Полтора місяця був голод. Здесь полтора місяця. Тобто мене удалось вивезти, да, мене удалось вивезти, там, по-моєму, 23 марта. Потім через 2 недели опять, вроде бы, появилась эта лазейка, но расстреляли волонтерів. Людей спасли, а волонтерів расстреляли. Я не слышала, щоб где-то в каких-то других городах оккупированных так долго лежали трупи людей. Бездомные животные, бездомные собаки ели эти трупи людей. І потім, спробовавши чоловічну, кидались на живых. Такого нигде не було. У нас було. Ну, що ще може... Ну, конечно ж, шокувало все. Це саме... Для мене лично... Це найтяжелий місце. Тобто люди здесь, практично те, хто остались, не змог выїхати в первые дни, остались закрытыми? Так, да. Полностью. Поэтому здесь осталось так много людей? Да. Полностью закрытыми. Потом, через время, через время, оккупанты начали выкапывать людей и увозить их вот в эти места захоронения. И, соответственно, новых погибших тоже туда же. То есть, они не только новых погибших отвозили, да? Они выкапывали уже погибших. И самое интересное, что они не давали никакой информации, куда везут. То есть, люди выбегали там, говорили, куда вы забираете, куда вы выкапываете. Это мы похоронили здесь. Я бы выехал, но эвакуации как таковой не было объявлено. И мы просто ни о чем не знали. Мы просто узнали уже, когда сюда зашли русские. Ко мне домой пришли военные и сказали, завтра ты должен быть возле ворот этого. Я не знаю, кто сказал, пришли сюда с автоматами, все. Мы пришли на следующий день. Кого здесь нашли? Те, кто не смылся, а кто здесь был, они нашли нас. Нам сказали так, если вы не будете работать, сейчас пару человек поставим и вашу семью к стенке, и остальные будут работать. И мы вынуждены были начать работать. А что делать, если у меня, например, семья, дочка? Вот, что мне было делать? И я людей просил, если начинаются обстрелы, прячьтесь и уходите. Прячьтесь, а где? И в основном они работали где-то возле каких-то зданий. И люди работали. Да, вы слышите сейчас. Это ни о чем. Когда рвутся, когда обстрелы, вот тогда да, действительно, вот это страшно. Когда эта кассетка, а через 12 секунд происходили разрывы этих всех кассет. Я только вышел с работы и получил ранение. После чего меня доставило МЧС в военный госпиталь. В военном госпитале меня там ничего не спрашивали. Осколок, он во мне до сих пор где-то. Значит, мне здесь три с половиной часа операцию делали. На утро меня погрузили в машину, вывезли в поле, на вертолет и увезли в Валуйки. Как я потом узнал, что удалили там часть кишечника и селезенку. И потом, так как в Валуйках военный госпиталь, меня отправили долечиваться в Тареску. А выехать в Украину было 400 евро с человека. У нас таких денег не было. И у нас мои родственники, которые тоже там, они в России не сильно богатые. Меня привезли туда голым боссом. Вот. И они мне скинулись. У нас хватило только денег вернуться в Узюм. Поэтому, когда нас заставили работать, я всех людей говорил, что мы волонтеры. Мы волонтерская организация. Я не могу воспринять, потому что я не директор, я никто. Я просто работник этого предприятия и присматриваю за техникой, чтобы она осталась. А были люди, много людей искали? Людей искали много, работу приходили. Но мы не могли всем дать работу, потому что у нас не было ни инструмента, ничего. Люди приходили со своими лопатами, со своими метлами. Приходили, я вам скажу так. Пришла с бомбового убежища. Человек. Март, апрель месяц. Холодина. А она в тапочках резиновых. Она стоит вот так вот и говорит, можно я хоть что-то хочу? Я хочу кушать. Понимаете как? И вот просто пришлось из-за этих людей создать просто нашу волонтерскую организацию. И мы убирали город. Мы, люди приходили со своими бензопилами. Убирали парк. Резали дрова. И эти дрова отдавали для того, чтобы горожане могли приготовить себе кушать. Мы осколки собирали руками, чтобы потом мусорная машина могла проехать и собрать этот мусор весь. Потому что уже в апреле месяце в середине уже не коты за крысами бегали, а крысы за котами бегали. Вы представляете, какая вонь? Люди жили в оккупации. А те люди, которые выехали, и то начальство, которое нас бросило здесь, здесь просто. Я не говорю за директором, он раненый был. Но другие, которые, некоторые отсиделись где-то в селе, некоторые задницы грели. Они не взяли автомат, они не пошли защищать Украину. А нам здесь в оккупации было жить непросто. И те, кто не жил в оккупации, нас не поймут. Потому что каждый солдат с автоматом, он командир, а я здесь никто. И мы ждали, просто нам не было выбора. Мы жили в оккупации, еще раз говорю, что мы жили под автоматами. Под автоматами, под пулеметами, под страхом, в страхе, что придут завтра, возьмут тебя, возьмут твою семью, возьмут твоего ребенка. И что было делать нам? Вот. Они говорят, что там… Молчу. Города можно сказать, что нет. То есть понятно, что есть там даже какие-то целые улочки. Но от того, что есть целые улочки, от того, что там есть целые дома, это не означает, что есть город. То есть дома целые есть, люди есть, некоторые участки сохранились, а вот города-то нет. Первое, что я, по-моему, не знаю, что должно было сделаться в первые же дни. Есть военные, есть СБУ, есть те, которые делают свою работу, которую нужно делать обязательно. Фильтрация, зачистка, опросы, допросы, выявление коллаборации, выявление еще чего-то – это работа их. Я считаю, что в городе в первые же там дни, как это были уже в других городах, которые были под оккупацией, в первые же должны организоваться были не просто склады, а скорее всего какие-то социальные работники. Мы бы уже понимали еще больше потребностей людей, вот таких уникальных случаев, кому нужна помощь, ведь связи нет, и они не попросят, они умирают просто там с голоду. Кто-то не может, действительно говоря, одинокий, не может дойти. Мы вот проезжали там недалеко от больницы, там было написано «Радио-Зет» и закрашено. Это там, где тоже было, у нас здесь было «Радио-Зет», это было, то есть здесь куча пропаганд. Ведь люди же не знают, что происходит. Ни один волонтер, ни одна организация волонтерская, и даже если объединятся вообще все волонтеры Украины, они не способны покрыть те проблемы, которые есть в городе.